Биткоин на 30 минут стал официальной валютой из Швеции, амбициозные планы разработчиков Telegram Open Network и биржа Криптопия начинает вставать на ноги. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске. Начнем с довольно интересной новости из Швеции. Группа хакеров взломала твиттер-аккаунт правящей партии Швеции и провозгласила биткоин национальной валютой страны. Опубликованный твит гласит «Мы отказались от шведской кроны и заменили ее биткоином. Время покупать». Запись продержалась около 30 минут, пока модераторы твиттера не заподозрили подвоха. Однако хакерам еще какое-то время удалось удерживать аккаунт у себя и убедить техподдержку, что они являются законными владельцами аккаунта. Злоумышленники изменили телефонные номера, адреса электронной почты и даже предоставили поддельные документы. Название твиттер-аккаунта, кстати, также было изменено. «Социал-демократов на биткоин-демократов». Чуть позже один из пяти взломщиков в интервью местному изданию объяснил такой поступок несогласием с идеями социализма. «Я просто считаю социализм неправильным», — заявил он. «Шалость получилась довольно безвредная, но лишний раз напоминает, как уязвимы наши аккаунты и пароли. Будьте внимательны». И вообще, кто после взлома дает интервью местной прессе? Или это теперь так работает? Ну а в планах разработчиков Telegram Open Network создать новую цифровую платежную платформу? «Добавление блокчейна Tone в растущую экосистему Telegram открывает новые возможности для бизнеса. Мы рады сотрудничать с одной из самых динамичных и инновационных компаний для создания нового поколения финтех-решений для рынка», — заявил управляющий партнер Tone Labs Александр Филатов. В числе разработок он также назвал технологии нового поколения для платежей, банковских и прочих финансовых сервисов, а также базовую блокчейн-инфраструктуру для проектов, желающих вносить вклад в развитие Tone. Telegram и проект Tone развиваются семимильными шагами. Интересно, к какому результату это приведет и как скоро? Ну и напоследок небольшая новость о многострадальной бирже Cryptopia. Взломанная несколько раз новозеландская биржа потихоньку приходит с себя и открыла возможность ввода и вывода биткоина, лайткоина и доккоина. Как заявляют в компании, горячие кошельки будут пополняться вручную с понедельника по пятницу между 9.00 и 17.00 по новозеландскому времени. Вывод средств будет недоступен в другое время или в дни местных национальных праздников. Что же, на этом у меня сегодня все. Текущий курс Дукаскоина криптовалюты швейцарского банка Дукаскопи вы видите на своих экранах, а более подробную информацию вы можете найти по ссылке в описании. Меня зовут Лиза и всем хороших выходных!